Всем привет, с вами Мимик и мы продолжаем проходить Него 2. И сегодня мы пройдем последнее дополнительное задание третьего региона. Да, у нас третий регион. Прогресс, кстати, показывается, что у нас полностью заполнено. На самом деле нет, потому что вот эти вот, как они пишут, задания сетевой игры, они не идут вообще в прогресс, поэтому для прогресса их не обязательно выполнять, но в любом случае, почему бы нет. И в любом случае, сегодня мы завершим последнее задание приглашения от молодого дарования. Это тоже арена у нас, довольно быстрая. Немножко сложноватая, но думаю у нас проблем не будет, потому что у нас уравна дома пойдет. Смотри-ка, тебе письмо. Вот что в нем написано. Я жду серебряной траве, мечтаю о достойном сопернике. Ха, мне кажется, эта печать принадлежит Гамма Удзисата, мужу дочери-предителя Набунаги. Не знаю, как и когда тебе удалось привлечь его внимание, но это явно приглашение на дуэль. Ты же не хочешь его разочаровать, да? Ну, в общем, Леон пришел из Резидент Эвилла, чтобы подраться с нами. Ну, почему бы нет? Заходим. Это, в принципе, локация из первой части. Здесь, понятное дело, можно по нему стрелять в голову. Наверное, сделаем... Всегда, по-моему, успеваем подбежать и дать ему урон. Поэтому можно первый урон из оружия сделать из какой-нибудь аркебузы. Ну, давайте смотреть, что у нас за Леон. В принципе, я стрельну ему в голову. Блин, немножко вроде бы в теории можно попытаться добежать. Он постоянно стреляет из ружья. Снимает не сильно, я бы сказал. Также у него две катаны. Чувак, ты в камень не стреляешь. Также, такой вот удар. У него немножко маловато стамина, поэтому можно постоянно позабивать. Также, с помощью блокирования ружья, можно понемногу, помаленьку накапливать аниму. Блин, не успел. Также, можно навешать на него огонь. Окей. Правда, довольно быстро спала. Блин, я же. Эта атака очень легко контрить со силовым духом. Вот. Но и хп у него довольно мало, по сути. И он умирает, по сути, ничего не сделав. Хорошо. А я был полностью уверен в своих силах. Увы, путь воина не прощает ошибок. Я удовольствую усилия в своих тренировках, и буду с нетерпением ждать наши следующие дуэли. И ее не миновать. Думаешь? Ладно. Хидея, ты не перестаешь меня удивлять. Впрочем, правителя Удзиэса там поражение нисколько не смутило. И он уже подумывает о реванше. Такой решимости можно лишь позавидовать. Возможно, именно этим и отключаются военачальники, способные повести в бой подобную армию. Ну, да. В общем, быстрая и легкая дуэль. Окей. Теперь мы полностью все прошли в третьем регионе. Теперь нам осталось нажать переход к следующей области. Ну, по традиции, как говорится, после последней миссии мы поищем все скрытые предметы на карте. Начнем с первой точки. Находится она вот здесь вот, в городке. Кусаригама Тюнина. Кока. Город на юге провинции Оми, считающийся городом ниндзя. Местные кланы из Ревле защищали город от вторжений, прибегая к тактике партизанской войны. И ее принципы сильно повлияли на развитие техник ниндзя. Хорошо. Следующая точка находится чуть выше. Вот здесь вот. Горбшок с горячим маслом. Гора Хиэй расположена на северо-востоке Киота. Эта сторона света считается несущей злой, и потому горе из Ревле поклонялись, как защитница Киота. Разъяренный Набунага, однако, дотла сжег находившийся на горе Хиэй, знаменитый храм Инриакудзи. Инриакудзи, как удобнее. Поскольку его духовенство стало на сторону родов Адзая и Асакура. Окей. Подлый Набунага. Движемся к следующей точке. Она находится у нас вот здесь вот. Конный лучник. Шапка. Она дается. Замок Итидзюдани. Водчина рода Асакура, потомственных дайминого периода Сангоку. Когда Киота был разрушен в ходе смуты годов Онин, представители, знати и образованные люди были вывезены в Итидзюдани, что привело к его расцвету. Его даже называли северной столицей страны. Позже он был сожжен дотла, а с ним сгинули и последние представители рода Асакура. Погнали на следующую точку. Здесь находится она. Топорики Отшельника. Сюгэндо. Хакусан. Одна из трех священных горьи Апонии. Она питает огромное количество реки, потому считается закровищницей богов. В особенности тех, что связаны с водой и сельским хозяйством. На ее склонах еще с периода Нара тренировались последователи Сюгэндо. Ну и идем к последней скрытой точке. Кирасовая начальника. Замок Киосум был главным замком рода Ода, когда его представители состояли на службе у вице-губернатора провинции Аваре. Позже вице-губернатор был убит Одой Набунагой. Поначалу Набунага жил в замке Киосу, а позже после вторжения в Мина перенес свой штаб в замок Гифу. Замок Киосу потерял свое значение и охранялся самураем-воеводой. Окей, и здесь мы получаем титул «Внимательный путешественник». Также зайдем в хижину, прочитаем, что нам доступно. Паюкаем. Где-то доступно. Ага, Убуми. Про эту женщину. Убуми некогда была убитой горем матерью, потерявшей новорожденного ребенка. Она прижимает к себе камни духов, думая, что они ее дитя. Потеряв эти камни, она впадает в ярость, взлетает на превращающихся под действием аниме в призрачные крылья в волосах и бешено кидается на любого, кто рискнет приблизиться. Поскольку Убуми чем-то напоминает птицу, ее часто относят к тому же виду Юкай, что и Ока Кутя из китайских легенд. Окей. У Мадзуки открылась еще одна страничка. Существует теория, согласно которой Мадзуки обязан своему появлению смерти множества людей и лошадей, ненависть и обиды, которых так перемешались, что породили этого демона с лошадиной головой. Пытаясь избавиться от глужащей его обиды и злости, Мадзуки перебил множество невинных людей и, наконец, оказался в аду. Энма, судья подземного мира, приговорил его работать там, пока он не искупит вину за отнятой им жизнью. Почему лошадь появился? Потому что я прошел сумеречное задание, самое первое за кадром. Там я почти никого не убивал, чисто побежал и зарашил босса, потому что их тоже нужно потихоньку проходить. Они не особо отличаются, там новая расстановка врагов, но ничего, в принципе, сложного нет. И все, да? Вроде бы да. Духи-хранители. Атанген Кудзяку, переливающийся радугой дух, обладающий великой силой ведения будущего. Говорят, он отличается капризным и переменчивым нравом. Того, кому он покровительствует, ждет полное всевозможных событий жизни. За месяц до убийства Набунаги в храме Хонодзи небо расчерстило огромная комета. Некоторые считают, что это была не комета, а Атанген Кудзяку. Лорд персонажей. Где-то. Гамма Ордзи Сата. Военачальник периода Сен-Гоку. Он родился в провинции Оме, ныне префектуры Сиган, и был одним из величайших учеников Сен-Гоку. Позже он крестился и принял крестьянское имя Лео. Хотя он нам говорил, что Леон. Он пользовался уважением Оду Набунаги и Татайоми Хидо Йоси, двух великих объединителей Японии. Его также высоко ценил учитель Сен-Но Рикю, как не имеющего себе равных дайме, обладающих и литературным, и воинскими талантами. Впервые вкус победы в бою он ощутил в возрасте 14 лет, и именно тогда на него обратил внимание Набунага. После этого он одержал множество других побед на поле боя, например, при осаде замка Адани. Во время проверки закупленных товаров Удисата похитили, но его быстро спасает герой. После раскрытия коважных планов чужеземных купцов по использованию камнедухов, он начинает тревожиться о будущем. Окей. Ну все. Обновление хижины. Посетители. Где? Чайная посуда. Так, где-то я вторую нашел. Также пошли, кстати, в домик сходим и отсадим посуду, потому что у нас там накопилось довольно ее много. Повышаем по рекомендации, но что-то, что-то. Так, что-так, точнее. Я бы на самом деле необычность тоже бы поставил бы, потому что шанс чайной посуды немножко важен. Удача 36 или там 24, в принципе, пофиг. Давай так. Ну и погнали в четвертый регион. Здесь и будет стоять наш замок. Великая победа. И все благодаря силе камнедухов. Вообще-то моей силе, алю. Но детям в этой войне не победить. Нет, али имел в виду старые красные глаза. Это цена моей мечты. Проклятие. Смешно, смешно, не так ли? Разве нет? Ты понятия не имеешь, что я чувствую, ахида. Да. Так, расскажи, что ты чувствуешь. Закрываться, как бы, если ты видишь, что камнедухов делаешь с другими людьми. И ты видишь, что ты меняешься. Там признаки появляются. То, блин, надо что-то с этим делать, а не просто идти по линии. И ждать, когда ты там потеряешь уже разом. И станешь там русским. Так и не обзаведяясь наследником, Хидо Йоси с головой погрузился в планирование и организацию заговоров. Тем временем, обеспокоенный успехами военного гения Руда Ода, военачальники Руда Акети приступили к тайным переговорам. Луиш Фроиш, Абакети и Муцехиды, Стория Японии, том 2, глава 1. Что же, вот мы и получили земли и замок. Но у нас возникла трудность. Похоже, местные Даймио объединились против Руда Ода. Правитель Набунага собирается уничтожить их одним ударом. Видим, как изменились герои, потому что время-то идет, захватив храм Исияма Хонганзи. И проходит не месяц и не год между регионами. Его мечты об объединении страны почти сбылись. С помощью силы Камни Духов армия Хирюси изменит ход Астория. Ну и да, новая глава, четвертая глава, называется Рассвет. Получается у нас заканчивается Тень. В 73-м году и в 78-м мы пришли в Рассвет, то есть 5 лет. Плюс-минус проходит, но там месяцы, там не ясно. Но тем не менее, да, за 5 лет изменились. Ну, наш главный герой не меняется. И, в общем, да, нам по обычаю, понятное дело, открывается первое основное задание этой главы, пронизывающей старую, довольно долгая и неприятная. Но разбираться мы с ним будет в следующий раз. А пока на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok